Коллеги, мы именно таким образом сформировали пленарное совещание, пленарное наше с вами обсуждение для того, чтобы обсудить вопросы интегрированные, вопросы совместные, потому что в любом случае система только развивается, и нам нужно идти вместе детской и взрослой службы. И на самом деле многие организации, которые совмещают в себе детство и взрослые, вот Волгоградский хоспис мы были в прошлом году, там большой вам, во-первых, привет, коллеги, всем вашим сотрудникам, передайте, пожалуйста, наши слова благодарности за их работу, за то, что вы в прошлом году оказали такой радушный прием, мы делали у вас обход в детском, во взрослом отделении, мы обсуждали, общались с разными темами, с вашими сотрудниками, с пациентами, это было чудесно, замечательно, и очень жаль, что в этом году этого нет в Крыму, но думаю, что все будет еще впереди. Я хотела сказать вот о чем. Следующий у нас по программе доклад Наталья Вячеславовна Гиршевой по техническим организационным моментам Наталья Вячеславовна не может быть сейчас с нами, и мы передадим слово Оксане Юрьевне Кудриной по нормативно-правовому регулированию назначения выписывания наркотических средств и психотропных веществ, но мне хотелось бы вот что сказать. Дело в том, что Южный федеральный округ – это тот округ, который сделал очень серьезные шаги по развитию палеотивной помощи за последние годы. Наверное, Елена Владимировна, подключитесь, если я ошибусь, наверное, не было ни одного такого, ну, кроме Волгограда, наверное, службы, которая была вот несколько лет назад. Все практически с нуля. И взрослая, и детская часть. Я очень благодарна многим регионам. Краснодарский край – это регионы, которые сделали очень серьезные шаги, не только Краснодарский, Краснодарский, Ростовская область, Астраханская область – это люди, которые сделали люди, именно люди, потому что палеотив делается человеческими руками. Мы сделали серьезные шаги по пути улучшения обезболивания в регионе. Я хотела бы для слушателей сказать вот что. Вчера мы проводили профильную комиссию Южного федерального округа с главными внештатными специалистами популятивной помощи и органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья. То есть это с Минздравами Южного федерального округа, с регионами. И обсуждали организационные вопросы. И было одно удивительное сообщение. Московский эндокринный завод сделал аналитику о изменениях обезболивания в Южном федеральном округе за последние годы. Коллеги, количество потребления или использования биоидных анальгетиков в лечении пациентов с хронической болью увеличилось в федеральном округе в 9 раз. В 9 раз в среднем по округу произошли изменения. То есть мы понимаем, что это серьезно. На 900% чаще и больше стали выписывать препараты. Я благодарю и Астраханскую область, и Краснодарский край, и Ростовскую область, Республику Крым, Севастополь. Мы активно ведем работу с этими регионами не только по организации палиативной помощи, но и по отдельным аспектам, по обезболиванию. Мы, к сожалению, вчера обсуждали низкий уровень применения обезболивания в Калмыкии, например. И очень досадно, что эти движения пока не сделаны в этом регионе. Но я думаю, что все впереди. Мы очень внимательно контролируем, организационно-методически помогаем. И я думаю, что тут мы вопрос все равно решим, мы его сделаем, и качество обезболивания повысим. И вопросы организации, они тоже крайне важны, потому что несколько регионов. Регионов являются там Волгоград, Крым, это регионы, которые являются, Севастополь, извините, это регионы, которые входят в проект ОНФ, регион заботы. И это тоже серьезная ответственность, серьезная забота. Это вопрос о том, что об организации помощи, помощи ОНФ для регионов, как организационно-методической, так и экспертной в программах. Важно еще сказать, коллеги, о том, что сейчас все субъекты Российской Федерации разработали, кто-то утвердил, кто-то утверждает, региональные программы развития палеоативной помощи. И эти региональные программы направлены на развитие системы палеоативной медицинской помощи в каждом отдельном регионе до 2024 года. Все региональные программы приняты, кроме Волгограда, Волгоград сейчас на этапе принятия этих региональных программ, они все приняты в каждом субъекте Южного федерального округа. И я хочу сказать о том, что здесь всем миром необходимо и реализовывать, и еще вносить поправки. И Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, аппараты полномочного по правам детей и взрослых в наших областях. Это все те структуры, которые необходимо использовать, Государственная дума, региональные, областные думы, это все те люди, которые могут и должны быть использованы в развитии службы, благотворительные организации. Вот сейчас к нам подключено огромное количество благотворительных организаций «Сердце Крыма». Ильзара, я хочу передать вам привет, вы замечательные, замечательная ваша команда, которая состоит не из огромного количества людей, но людей с огромным сердцем. Спасибо вам большое. И благотворительный фонд «Дарина Ростов», «Свет в руках», «Верю в чудо», «Дед Морозик», «Дом Фруппала», боюсь ошибиться. Дело в том, что такое количество благотворительных организаций, которые сейчас функционируют и объединяются, все вместе нам необходимо решать эти вопросы. Надо думать о Красном Кресте в наших регионах. Нас сейчас слушают различные партнеры, в том числе производители, которые заинтересованы в развитии службы палеотивной помощи, в том числе. «Дон Восток», «Белла Дон», извините, это компания «Сенебелла», которая имеет у себя учебные центры, этим тоже надо пользоваться. «Красный Крест», который имеет у себя центры, структурные образовательные учреждения тоже сейчас слушают и медицинские колледжи, и медицинские университеты слушают наше сегодняшнее совещание, наш сегодняшний форум. Коллеги, каждому есть место в этой работе, и еще важно искать всех, кто вокруг, чем занимается в вашем регионе. Надо остановиться и проанализировать площадку, которая вокруг вас есть. На самом деле очень много источников, очень много дверей, которые нужно открыть, в которые нужно постучать, и религиозные организации огромные, резервы у нас есть, мы не всегда успеваем ими пользоваться, но я вас к этому призываю и считаю, что Южный Федеральный ООК со своими национальными особенностями, он должен иметь свою какую-то особую, конечно, картину, свою особую почерк палеотивной помощи, но она должна быть и стационарной, и амбулаторной, и совместной, и со социальной защитой, и с психологической поддержкой, нельзя ничего убрать из этого междисциплинарного и очень эффективного сотрудничества.